Медицинский центр сферы СМ на страже вашего здоровья. В связи с открытием офиса в городе Пушкин, забота о здоровье стала доступнее. Адрес центр улица 50 лет Комсомола, дом 49, рядом со взрослой поликлиникой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Оставайтесь с нами. Вы находитесь на сайте премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Именно здесь вы можете подать заявку на соискание денежной премии за уже реализованный на территории Подмосковья проект. Информацию о номинациях, документах, необходимых для подачи заявки, а также ответы на вопросы, касающиеся участия, вы можете найти в разделе «О премии». Дополнительную информацию по работе сайта вы можете получить в разделе «Задать вопрос», заполнив форму обратной связи. Нажмите на кнопку «Подать заявку» и заполните появившуюся форму. После каждого шага регистрации внимательно проверяйте поданную информацию во всплывающем окне и только убедившись в правильности, переходите на следующий шаг. На указанный вами имейл поступило сообщение с необходимостью подтверждения регистрации. Перейдите на сайт премии по ссылке в письме и введите логин и пароль, которые вы указали в форме регистрации на главной странице. Продолжите регистрацию. На следующем шаге вам необходимо выбрать одну из трех форм подачи заявки. Заполните все необходимые поля и прикрепляйте необходимые документы. Обратите внимание на шаг «Банковские реквизиты». При подаче проекта от юридического лица указываются реквизиты организации, а если от физического, то реквизиты гражданина-заявителя. Только убедившись в правильности заполненной информации, нажмите «Подать заявку». Редактирование проекта после заполнения невозможно. Ваш проект пройдет одобрение в течение нескольких дней, после чего краткая информация о нем будет размещена в разделе «Проекты». Обращаем внимание, что информация о паспортных и контактных данных, а также банковских реквизитах заявителя является конфиденциальной и не подлежит огласке организаторами премии. Здравствуйте, в эфире Пушкинское телевидение, информационная программа «Наши новости» в студии Павел Розин. Смотрите сегодня выпуски. Общественники снова в строю. Общественная палата нового созыва провела первое заседание. Пушкинский район штурмует премию губернатора своими проектами. «Артликор» планирует получить награду за участие в конкурсе «Наше Подмосковье». Ветхий ВОЗ и мы не там. Когда власти выполнят свое обещание. В феврале прошлого года мы выпустили специальный репортаж о ветхих домах на Серебрянке и Московском проспекте. Администрация города пообещала в скором времени заняться переселением жителей в новостройки. Однако с тех пор ничего не изменилось. Что же помешало выполнить обещанное, узнала Алена Якубовская. Жилой дом по Московскому проспекту 47-1 включен в программу переселения в рамках развития застроенной территории 14-20 квартала. В соответствии с чем инвестор-застройщик возьмет на себя обязательства по переселению этого жилого дома. Вот этот дом именно входит в 14-й квартал. Развитие 14-го квартала. Какая-то определенность будет в 2013 году. Вот уже полгода, как на дворе, 2014 год. Связавшись с жильцами дома номер 47-1 на Московском проспекте, мы выяснили, что ничего не изменилось и никаких известий о переселении не слышно. Прояснить ситуацию нам помогли в администрации города. Еще в прошлом году администрация провела аукцион, на который заявилось две строительные организации, которые в последний момент, предусмотренные на законном сроке, сняли свою документацию с аукциона. Соответственно, аукцион был признан несостоящимся. И одна и вторая организации сказали, что не выгоден аукцион. Мы считаем одни экономические показатели, застройщики считают другие. Для разрешения спора администрации и застройщиков было решено обратиться в правительство Московской области. Было принято решение разработать проект планировки, который даст возможность более уточненно сделать расчеты и приблизить эти расчеты к реальным цифрам. На данный момент один из застройщиков разрабатывает проект планировки. Он обращался письменно, мы выпускали постановление о разработке проекта планировки. Он оплачивает этот проект планировки и предоставляет нам. Проект планировки должны подготовить уже в июле. После того, как его одобрят в правительстве Московской области на публичных слушаниях и областном градостроительном совете, последует проектирование домов и экспертиза. И только тогда начнут возводить первый дом, куда переселят жители Ветхого фонда. На карте видите, да, все, что указано желтеньким цветом, это все у нас планируется под переселение и снос. По приблизительным оценкам, ждать переезда первой партии переселенцев осталось 3,5-4 года. Два года до старта строительства. Дом в среднем строится тоже 1,5-2 года. Вот он и срок. Люди могут переселиться только в построенное жилье. Они никуда уехать не могут. Поэтому ровно в тот момент, когда построится первый стартовый дом, начнется верное переселение. У жильцов Ветхих домов номер 21 и 22 на Серебрянке перспективы более радужные. В ближайшее время все семьи из этих домов переедут в строящийся микрорайон Новая Пушкина. Они первые на очереди, они в программе. Программа утверждена председателем правительства Российской Федерации. В нее внести изменения практически невозможно. Передвинуть кого-то чуть дальше, чуть раньше, чуть позже нереально. И эти два дома будут переселяться. У нас есть договоренности с застройщиком. Мы их в ближайшее время закрепим документами. Мы ждем прохождения городсовета. После того, как градостроительный совет Московской области одобрит решение городской администрации, ровно 161 квартира будет выкуплена у компании-застройщика. Далее останется лишь подождать завершение строительства. Дома планируется вводить в следующем году. Это современные монолитно-кирпичные дома. Которые для переселенцев планируют создаваться с отделкой полностью. С обоями, с линолеумом, ванной и так далее. Соответственно, стоят современные окна, теплоосберегающие, остекление балконов. То есть, все для нормального, комфортного проживания здесь будет. Город планирует запустить сюда и автобусы, и маршрутки в будущем. Будет широкая дорожная сеть, то есть, будет связь и с центром города, и с остальными районами. Расстояние где-то 3-4 километра, наверное, до центра. Почему же Серебрянку не переселили еще в 2013-м, как и обещали? Администрация может выкупать жилье только за определенную сумму. Это 34 600 рублей за квадратный метр. Ни один застройщик не был согласен пойти на такие условия. И только после длительных переговоров решение все-таки было найдено. В этом квартале наряду с жителями коммерческого жилья будут получать квартиры переселенцы из ветхого аварийного жилья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пушкинский краеведческий музей подал заявку на премию губернатора нашей Подмосковья. В качестве проекта музей представил книгу, написанную к юбилею Клязьмы. Подробнее об этой брошюре и тонкостях процедуры выдвижения на премию узнала Алена Якубовская. Субтитры создавал DimaTorzok В Клязьме в свое время был создан музей истории поселка. Большое участие в этом принимала Валентина Анатольевна Капустина и Александр Федорович Малявка. Здесь цветные иллюстрации у нас в основном. Издавать нам помогал Алексей Иванов. Вот он здесь у нас как раз обозначен как издатель. И вот в книге использованы, кстати, фотографии, сделанные как раз Алексеем Ивановым. Место, на котором находится поселок, оно населено очень давно, еще в третьем тысячелетии. Здесь в период Каменного века появляются первые жители. Об этом свидетельствуют археологические находки в районе Звягина. Ну а далее в 1843-45 годах здесь появляются выпускники Петербургской земледельческой школы. Субтитры создавал DimaTorzok А вот это как раз открытки клеток. Это, да, это старинные открытки, которые вот рассказывают о дачной клетке. Это репродукция старинных открыток, которые мы разместили специально. Вот такой у нас такой изобразительный поясок появился в музее. Крязь, ма, речка наша. Снова будем колеей, мы идти одною. Снова буду я с тобой, снова ты со мною. И не поле перейти, жизнь прожить толково. Мне другого не найти, города такого. Для клиентов центра «Сфера СМ» есть хорошие новости. Филиал открылся и в нашем городе. Теперь, чтобы обследоваться у хороших специалистов, не надо ехать в Ивантеевку или Королев. Новый медицинский центр работает рядом со взрослой поликлиникой. Кардиология, урология, гинекология, УЗИ и не только. Осенью откроется МРТ. Сюжет на правах рекламы. Сюжет на правах рекламы. Этого врача мне посоветовали, это по рекомендациям. Я попал к этому врачу. Мне сказали, что лучше обратиться в эту клинику. Здесь мне окажут правильную помощь. Делают так, как все надо. Соответственно, ускорят мое выздоровление. В нашей клинике работают врачи, увлеченные своим делом, имеющие большой опыт работы и высокой квалификации. Принимающие участие в научных конференциях, проходящие периодически курсы сертификации. В нашей клинике представлено очень высококачественное оборудование, которое позволяет выявить заболевания на достаточно ранних этапах. Это новая методика, которая настроена на обнаружение опухолей малых размеров на ранних стадиях. И основная задача сонного астрографии – это отличить доброкачественное образование от злокачественного, без пункции. То есть на начальных этапах очень сложно определить, является образование при молочной железе кистой, фиброденомой или раком. Надо пунктировать образование. Очень большое количество пункций делается в России необоснованно. Процентов 80 мы можем убрать этих лишних пункций, посмотрев на аппарате. Основной причиной возникновения рака шейки матки является вирус папиллома человека, который в основном передается половым путем, и период его элиминации из организма молодых женщин где-то в течение от полугода до 10 лет. Поэтому исследования по поводу рака шейки матки желательно проводить раз в полгода. То есть женщина должна регулярно наблюдаться у гинеколога. Один из основных проблем у детей первых трех месяцев жизни – это дисплазит в забедренных суставах, ставится очень часто, и скрининговое обследование нужно всем детям проводить, маленьким. В четверг состоялась очередная конференция представителей здравоохранения о проблемах медицинских учреждений и новой системы борьбы с инфарктом – наш следующий сюжет. Я очень хорошо знаю все наши проблемы. Не все получается решать быстро, но я думаю, что поэтапно, независимо от того, будет наше здравоохранение регионального подчинения или районного подчинения, мы всегда стоим были и будем в новости. Перед два до тридцать минут, после трех месяцев, я предлагаю вам до трех месяцев с инфарктом – это дисплазит в забедренных суставах. И до тех, кто более тысячи человек… В прекрасном работе, с того, какое у вас настроение, сколько у вас есть возможностей вздевать внимание нашим пациентам, улучшается качество жизни нашего населения. Инфаркт миокарды на сегодняшний день как остался, так и является. И пока, по крайней мере, мне кажется, в протяжении еще нескольких лет, наверное, будет являться одна из самых главных причинств, которые смерти пациента. Я рад, что кардиологическое отделение нас поддержало и вообще поддержало эту программу. И сейчас за три месяца, наверное, мы уже около десяти пациентов перевезли из кардиологического отделения Пушкинской больницы в сосудистый центр на проведение тоже спасительного в течение суток, либо в течение двух суток срочного ЧКВ, где пациентов стентируют и потом опять возвращают в кардиологическое отделение на дальнейшем. На сегодняшний день, на 1 июня, регулярный прием кардиопрепаратов 17 человек, больных, которых простентированный, проведенный тромболиз, это 6, и которых просто тромболиз, это 12. Повторный инфаркт миокарды у тех, кто простентирован, оказалось 0, у тех, кто просто был тромболиз, это 2. Смерть в течение 6 месяцев после стентирования был один пациент, после ТЛТ развитие повторного этапа со сложениями, это 4 пациентов. И назначена инвалидность по данным СЭП, потому что мы в создании СЭП проверяли 4 человека и 9 больных. Стоимость препаратов практически одного из специальных, это 80 тысяч. Мы в системе у нас, мы сейчас не пока показываем, и пациенты сами выходит, и до 100, и до 100, и до 100. Вот эту методику мы сейчас наработаем, наберем пациентов, посмотрим, докажем. И на сегодняшний день, как недаром даже сами мытищницы говорят, каждые хирурги, что, говорит, мытища открыт, наверное, сосудистый центр для пушкинских больных, потому что мы сейчас занимаем первое место по доставке, и ни одного пациента не было такого, что мы не провели спинтируемые, и мы не доставили его показать. Когда-то Пушкинская галерея арт-ликор была выставочным залом, теперь это частный дом культуры, или арт-клуб. Именно так называет свое детище Алексей Иванов. Год от года он расширяет возможности этого гостеприимного дома, и сейчас решил принять участие в губернаторском конкурсе. Все подробности далее. Костюмы 18 века – это только начало. Дальше больше – общение с творческими персонами. На вечере не только наши земляки, но и известные столичные актеры и музыканты. Открой же вентону первого, немедлий, друг мой милый, час любви уливает в образство. И реформатирование какое-то у меня произошло, что начиналось все с картинной галереи, а потихонечку это стало таким частным домом культуры. Раньше, если тут было Пушкинской картинной галереи, в которой были концерты, спектакли, какие-то социальные проекты и прикладные выставки, то сейчас уже новое название, как арт-клуб. И вообще основная идея, что вы, ну, кем-то помады, должно-то сделать. И, понятно, не так, что на 4 метра. Родители сидят. На сегодня это были все новости. Спасибо за внимание и увидимся в эфире. До свидания.